Здорово! Почему я считаю, что навык общения с женщинами, умение общения с женщинами, общаться с женщинами, одно из самых ключевых. Пересмотрел тут несколько разных тренингов, разной тематики, там чего-то, там успешный успех и все прочее, и понял, что мое мероприятие, мое детище, тренинг, практика, оно дает реально практические навыки, причем со всех сторон. Значит, во-первых, почему? Потому что это практический навык общения с женщинами, который один из ключевых, то есть не получится у тебя быть счастливым, если ты не умеешь общаться с женщинами, соответственно, не сможешь построить себе отношения, нормально найти себе эту девушку для отношений и построить хорошие отношения. То есть не получится у тебя это, ну плюс даже элементарно отсутствие секса, не знаю, отсутствие человека, которому можно позвонить, женского пола, естественно. Вот, смотри, в чем фишка, что это один из навыков. Второй навык, который самый более глубокий, то есть это про самообман. Люди привыкли себя обманывать постоянно. Самое печальное и трагичное во всем этом, что эти люди, они сами этого не замечают, они обманывают себя так искусно, так изящно, что даже какой-то внутренней своей второй частью этого не замечают, не контролируют. И это, конечно, печалька. К чему это приводит? К тому, что вы всю жизнь работаете на нелюбимой работе, живете там, где вам не нравится, с теми, с кем вам не нравится. То есть это не успех во всех областях жизни, самообман. То есть это нет отношений нормальных, это нет денег, это нет счастья, это нет свободы, это нет радости, это нет ничего. То есть вот такая вот, дайте-ка я проеду, вот такая вот фигня. То есть получается, смотри, допустим, как мой тренинг, практика конкретно помогает тебе освоить навык не обманывать себя или хотя бы когда-то себя обманываешь. Ты будешь контролировать это, видеть это, а это неизбежно и неминуемо приведет к тому, что ты рано или поздно обманывать себя перестанешь. То есть смотри, допустим, тысячи причин, тысячи примеров, да. Например, там мы идем с человеком в поля, видим, как он смотрит на девушку, прям в голову свернул. Я говорю, ну что, ты будешь подходить? Он такой, куда, к кому? То есть вот самообман. Или девушка в красном идет в метро. То есть, ну, редко в России у нас люди как-то ходят все невзрачно темно одеты. И в России уж так довелось, что в метро встретить девушку в красном, ярко-красном, полностью такой прям яркую, узящую, можно нечасто. Естественно, что ее невозможно не увидеть, и он такой буквально на нее смотрит, да где она, куда, какой, это раз. Второй момент на свидании. Когда мы говорим, там девушка стояла, он говорит, рассказывает, девушка стояла и не уходила, теребила ключики там что-то. Ну, то есть она, скорее всего, хотела продолжение вечера. То есть этот мужчина это все понимал. Он говорит, блин, но тут я понял, что мне завтра рано вставать на следующий день тренинга, и поэтому я решил, что все-таки надо вставать. То есть мы говорим, чувак, если бы она тебя позвала домой, там, к себе, или ты к тебе домой, ты бы ее позвал, и у вас был бы секс, мы бы сблизились. Ты бы не отказался от этого? Он говорит, нет, конечно. Мы говорим, ну, тогда че ж. Или он говорит, ты знаешь, как бы все было классно, нормально, она такая красивая, а потом, когда я вот начал ее раздевать, я увидел, что у нее плечи там, не знаю, с веснушками. Я понял, что мне это не нравится. Мы говорим, опять мужик, ну, если бы она сказала, давай займемся любовью, ты бы согласился? Он говорит, ну, да, конечно. Он говорит, ну, а что ты себе врешь? То есть вот еще момент. Но это как бы мелочи. Есть вообще тяжелые случаи, да, когда на одной из персональных, на одном из разборов, не так давно, но такие случаи повторяются постоянно. Был товарищ, который живет с женщиной, которую не любит, не хочет, не может с ней больше находиться. Он давно для себя внутри все решил, но никак не может расстаться. И это мучает его, это забирает всю энергию жизненную. И он начинает придумывать, ну, в принципе-то она не такая уж плохая, наверное, потому что он не может найти в себе силы уйти, он не может набраться смелости, он не может набраться мужества, он не может набраться решимости. У него чувственный комплекс спасателя, бла-бла-бла-бла-бла-бла. И ему и там плохо, он домой идти не хочет. И убежать оттуда он не может. Я почему так его понимаю, потому что у меня была такая история, которая ничем хорошим не закончилась. Я наделал там очень много боли и себе, и этой женщине. То есть у меня такое было, зависимые отношения, созависимые. Как опять говорит Лобковский, созависимые отношения в России. И, то есть, это тоже самообман, когда мы говорим, ты хочешь с ней расстаться или нет. Ну, да, но она вроде бы и неплохая, то есть, может быть, мне как бы и не надо. Мы говорим, так ты хочешь или нет. Да-да-да-да, то есть, вот так это выглядит. И вот это как бы одни из просто, ну, какие-то редчайшие примеры самообмана, которые случаются постоянно. То есть, на моем тренинге практика с помощью женщин. Женщины являются лишь инструментом. Уже давным-давно сказано, еще раз повторюсь, что это тренинг по личностному росту. Тренинг по тому, как обрести навыки, крайне необходимые в жизни. Один из навыков, это один из ключевых навыков, это умение себя не обманывать и быть собой честным. Это неизбежно, если вы этому научитесь, приведет вас к успеху с женщинами, в деньгах, в отношениях. То есть, вы будете делать то, что вам хочется, ну, так в тотальном, каком-то глобальном смысле. И не делать то, чего вам не хочется. Понятно, что нужно идти на работу, там что-то еще, но вы постепенно будете приводить свою жизнь к тому, что в ней все так сложится в течение какого-то времени, что вы реально будете жить так, как хочется вам. То есть, у вас будут те отношения, которые вы хотите. У вас будет, да, девушка, которую вы хотите. У вас будут те отношения с родителями, с друзьями, которые вы хотите. У вас будет та работа, которая вы хотите. У вас будет тот уровень дохода и достатка, здоровья, всего остального, как вы хотите, по возможности, потому что вы сами, не обманывая себя, то есть, вы это сделаете. Как происходит? Вы, когда себя обманываете, вы остаетесь на том же уровне, где вам не нравится. Вам не нравится, но вы продолжаете быть там. Когда вы с собой честны, это больно. Да, почему людям не хочется быть с собой честным, почему они не умеют, почему их мозг так искусно их обманывает, потому что... Да потому что, когда ты признаешь себе правду, задаешь себе неудобные вопросы, блин, становится неприятно осознавать какие-то моменты. Однозначно всегда внутренняя честность, она соприкасается, она неразрывно связана с болью. Но сначала больно от осознания, что я живу не так, как я хочу. И смотри, значит, что происходит на тренинге, практика. То есть, вы обретаете навык. То есть, во-первых, женщина – это как такой некий приятный побочный эффект. Хотя, казалось бы, все об этом, все через это, все в такой обертке про женщину и так далее. То есть, неизбежно вы получаете навык эффективного общения с женщинами. То есть, у вас уходит страх постепенно, вы получаете то, что вы хотите, и, собственно, вы становитесь более счастливым. Но это всего лишь инструмент. Еще раз, женщина, почему это отличнейший инструмент? Потому что, вот, сейчас, вообще, я говорю, классно выглядишь, только что-то прям грустное, как будто это, печально все. Вот, значит, смотри, вы получаете инструмент в виде женщины. Женщины, они моментально способны причинить мужчине боль. То есть, что это значит? Если тебе что-то там, у тебя что-то не получилось, если ты пошел, попытался познакомиться, пообщаться, сходил на свидание, не получилось построить отношения, тебе больно. И, как бы, в чем прикол, что когда ты себя обманываешь по жизни, то тебе больно может быть... Ну, то есть, ты не осознаешь этого, тебе постоянно больно, тебя что-то гложет. Ну, это такая тупая боль. Но когда-то на дистанции, через какое-то время, тебе будет катастрофически больно от того, что ты когда-то раньше себя обманывал. Это будет адская дикая боль. Но в чем минус, что она будет когда-то? Женщины же дают моментальный уровень, моментальное ощущение боли. Причем уровень такой тоже разный, от самых слабеньких до сильных. И когда у нас сразу болит, мы сразу видим, где болит. И мы можем понять, где мы себя сейчас обманули, где у нас что-то пошло не так, как мы хотим. И мы можем с этим что-то сделать. Я считаю, что ключевой навык, который ты приобретешь на тренинге практика, на который ты можешь записаться здесь, под этим видео, на ближайшее мероприятие, ключевой навык в том, что ты научишься видеть моменты, где ты себя обманываешь. Ты научишься замечать их, и там уже дело времени и дело твоих усилий, чтобы ты научился не обманывать себя. Когда ты научишься быть с собой честным, у тебя будет в жизни абсолютно все, что ты хочешь, все, как ты хочешь. Пока. Меня зовут Василий, мне 43 года, я из города Арзамас. Приехал к Володе Шамшуре на тренинг, чтобы прокачать навык общения и знакомств на улице. А что было до тренинга? До тренинга, что было... Что было до тренинга? В смысле, с этим... Ну, тупил, тупил. Тупил, тупил, то есть видел там красивую девушку, которая нравилась, то есть, ну, как бы находил причины, проходил мимо, как бы вот так вот. А что именно запомнилось у самого тренинга? На тренинге больше запомнилось, наверное, все-таки... Ну, как бы мне запомнилось то, что нужно было всегда выходить, ну, как бы перешагать, перешагивать через свои какие-то страхи, выходить в зону комфорта. И за счет этого вот как бы... Вот эти все навыки, они прокачиваются. А что порекомендовал бы ребятам, кто еще сомневается приехать на практику? Ну, если он хочет и сомневается, то тут как бы сомнений быть не должно. Вот, то есть, если как бы есть какие-то проблемы, если ты видишь, что есть какие-то проблемы, то это супер.